Как волонтёр я мечтаю сделать мир лучше, но особо порадовать людей и маленьких и больших. Да, у меня есть мечта, чтобы все люди были в мире счастливы, чтобы не было проблем, чтобы был мир, и все люди дружили, общались. Потому что человеки, люди даже, это не камни, на которых можно всю свою греть или сгость. Это тоже живые существа. Начали мы как раз-таки именно с Нового года. 5 лет назад где-то в то же время поступил запрос на помощь, и мы смогли помочь. Тогда ещё не было фонда. Такие, я так скажу, группа активистов. Первый раз мы, когда приехали в детский дом, познакомились с директором, с ребятишками. Сразу зацепила, и мы поняли, что хотим ездить регулярно. Спросили её, можно ли будет приезжать, ну, примерно раз в месяц. Она так улыбнулась, я вот хорошо это помню. Мне кажется, ну, не совсем поверила, что мы сможем вот каждый месяц регулярно приезжать. Потому что далеко. Потому что дорога в одну сторону занимает около трёх часов. Навряд ли есть истории, когда просто так случилось. Мне кажется, если ребёнок попадает в детский дом, ну, наверное, причина может быть только какой-то драматичной. К сожалению, им с детства ни мама, ни папа не объяснили, что такое хорошо, что такое плохо. Потому что они туда попали, в частности, из-за того, что мама с папой сами не знают, что такое хорошо и что такое плохо. И когда мы туда приезжаем, старшие ребята, 16-17 лет, мы знаем разные истории, грустные, к сожалению. Ну, мы для того и ездим, чтобы с теми, кто сейчас растёт, было что-то иначе. Осуждать – это вообще неправильная позиция. Если ты понимаешь, что человек любой может совершить ошибку, то и ты в том числе. И ты, когда совершаешь ошибку, хочешь, чтобы тебе с пониманием, здесь есть с любовью, с прощением. То есть, когда мы видим какую-то ситуацию, мы готовы сказать «всё хорошо, всё нормально, мы можем помочь». Мы не обвиняем, мы тебя любим. Готовы быть рядом, чтобы это пройти. Это длинная история, и, в принципе, она никому не нужна. Есть только факт, что я вынужден обращаться за бесплатным обедом. Я с помойкой одеваюсь. Вам не скажешь, что я бомжик? А я бомж. Да? Девочка бомж. 34 года. Я уже занимаюсь пять лет, но сам автобус Моисерди появился у нас два года назад, почти полтора. Три раза в неделю, объезжаем шесть точек, вторник, среда, четверг. К определенному времени подъезжает он, и там уже люди приходят и оказываем помощь на мере необходимости. А вообще я не улыбаюсь по жизни. После развода скатилась по горке, спилась, да, и до сих пор пью, если честно. Вроде трезвая я одна, а пьяная я совсем другой человек. Это как небо и луна, это как солнце и ночь. Ну, день, ночь. Ну, то есть два человека смешались во мне. Начали кормить сначала у нефтяников, просили меня помочь здесь в Амуре, потому что Амур был у нас не кормлен. Вот, мы разрешили объявление, и люди стали приходить. Где-то кормим мы четыре года, пятый год уже я кормлю их. Я всегда жалела людей. И вот, как мы называем, люди попавшие в трудную житейскую ситуацию. Вот от этого трудно. Они же попали, как бы, ну, и по своей вине маленько, но и как-то, может быть, благодаря нам они маленько и выкарабкаются, потому что задумаются, может. Вообще, с вечера у нас приехали сюда ребята, они привезли конфеты в запакованных коробках. Вот у нас есть Наташа. Они разложили конфеты, ну, примерно так, чтобы они не совпадали, чтобы все было разной ассорти конфет. Получается, мы берем по два мешочка, идем и берем по одной конфетке. И примерно получается, когда ты проходишь полный круг, у нас собирается полноценный мешочек новогодний с ассорти сладостей, абсолютно, которые не повторяются конфеты. Разбираем. И, собственно, нашей большой дружной командой Дедов Морозов и Снегурочек мы уже дальше едем по семьям и, собственно, дарим подарки, дарим хорошее настроение. Вся эта деятельность началась больше 10 лет назад, когда я была студенткой Омского государственного университета. Я стала ходить в православный храм, храм Святой Мученицы Татьяны при Омском государственном университете. Проходила практику в онкодиспансерии, видела детей, взрослых, которые проходят лечение. Как раз приближался Новый год. Мы решили что-то организовать для детей. И так уже это 12-й Новый год, когда мы проводим подобные акции. Мы просто омичи. То есть здесь сейчас, как вы видите, собрались люди, даже мне незнакомые, которых я впервые раз, может быть, и вижу. Это те люди, которые увидели запись в интернете и сказали, да, я хочу помочь. Можно? Да, конечно, можно. Приходите, участвуйте. Мы только за. Поэтому в прошлом году мы сделали 2200 подарков. Мы раздали. В этом году, конечно, мы делаем меньше. Потому что сложное время, и мы помогали также военным, устраивали сборы. И поэтому решили ограничить. Если в прошлом году мы даже поздравляли медперсонал красной зоны, три медучреждения, то в этом году мы решили помочь в другом направлении. И в этом году у нас запланировано полторы тысячи подарков. А котик вот у вас смотришь? А котик давно живет. Ну, все, его подкармливали просто. Он бегает, все, не гадят, ничего. Тут и собаки у нас бегают тоже. Ну, подкармливаем, конечно. Что сделаешь? Двух собачек подкинули, тут это, из города туда привез, они тоже. Вот там плавят, бывает, по утрам иногда. Попал сначала в автомобильную аварию, как бы сказать, под замерз. Три года был в Береговом, пока инвалидность мне делали. Ну, оформляли там все это. Потом жил я в Екатерининском доме-интернате. А вот сейчас здесь, ну, потому что здесь поближе город. Ну, отношения у нас хорошие со сотрудниками. Ну, не со всеми отношениями, а потому что нельзя, когда как сам себя ведешь, так и будет к тебе относиться. Да не, у нас все хватает. Не хватает только, я не знаю, может быть, если... Как сказать, дуракам. Ну, а что не хватает? Условия ей все позволяет. Хочешь, мойся, купайся. Хочешь, занимайся, хочешь, бегай, хочешь, на лыжах, вот лыжи там выдают нам. Ну, летом у нас тоже бывают пробежки там, кто там, мы всякие шары кидаем там. Ну, у нас ходят на нас на рыбалку, ходят ли ребята. Озеро где-то здесь, я не знаю, не ходил, наверное, я не рыбак. Ну, а у меня производственная травма получилась, я на работе. Работал на вахте и бедро сломал. Ну, лечение. Ну, оказывается, надо... Инвалидом оказался. А, я здесь женился. Вот 63 года я первый раз, вообще первый раз в своей жизни одел кольцо. Вот, ну, мы были знакомы с ней еще год в реабилитационном центре, мы познакомились там, и нас туда, ну, я попросил нас вместе в один интернат, и как приехали сюда, здесь зарегистрировались. Мы живем-то уже, что, как говорится, сколько нам осталось. И вот мы ценим, ценим вот этот каждый, как говорится, день нашей жизни вместе. Мы его ценим, понимаем, что это действительно. И вот это именно и есть, наверное, любовь. Но мы сдержали слово, и вот с того самого дня, каждый месяц, ну, раз в пять недель примерно, мы приезжаем к детям. У нас получается порядка 130, наверное, детей. Фонд курирует три детских дома. Тара, Артын и Петропавловка. Здравствуйте. Нет чужих детей. Не бывает, это ваши друзья, знакомые, дети, к которым вы привязываетесь. Потому что ты знаешь, что тебя ждут, тебя обязательно встретят. Каждый старается помочь, разгрузить, проводить и так далее. Вот, и эта встреча начинается с того, что ты стоишь, вокруг тебя толпа детей, и все к тебе прижимаются, вот, ты спрашивают, как у тебя дела, ты отвечаешь с тем же, разговариваешь. И даже когда ты приезжаешь в первый раз, они не смотрят на тебя с опаской, мы его не знаем, они все равно подбегают. Мелкие ребятишки особенно, они хотят этих объятий, этих-то любви. Вот приехал кто-то к ним с ними поиграть, повеселиться. Вот с такого начинается. Здравствуйте, с приездом. Спасибо. С приездом. Когда дети только поступают туда, они рассказывают про своих мам постоянно. Деются историями. Дальше этих разговоров становится все меньше, меньше, меньше и меньше. Ну, просто так, перейдя к человеку первый раз, в лоб не будешь говорить, тебя никто не послушает. Первостепенная задача – это стать другом. Если ты становишься другом, к друзьям прислушиваться начинаем. Они слышат нашу речь, не слышат от нас матерных слов. Спрашивают, а почему вы этого не говорите? И вот банальный пример, как завести с ними разговоры. Я не матерюсь, потому что вот то-то и то-то. Я живу так, потому что вот это и это. А вы пьете алкоголь? Нет, я не пью алкоголь, потому что это не полезно. И начинается это с банальных вот таких вопросов. И чаще всего ты не готовишь какую-то речь заранее, ты не сидишь дома, не записываешь блокнот, а сейчас вот так вот вывернусь. Нет. Они задают вопрос, ты отвечаешь. И рад, что эта беседа состоялась. С подростками сложнее с малышами. Наверное, на какой-то вот первоначальной ступени знакомства и так далее. Проще нет, но по итогу все хотят в семью. Все. Коробка храбрости, понимаете? Вот в эту коробку заложен весь смысл. Либо дети, попадая в больницу, естественно, они переносят большинство детей как трагическое событие. Оторвали от дома. Проект Коробка храбрости. Он направлен на помощь детям, находящимся на длительном стационарном лечении в медицинских учреждениях. Неравнодушные мечи приносят нам краски, фломастеры, альбомы, раскраски, елочные украшения. Также к нам присоединился коллектив Лицейского театра, за что мы им выражаем большую глубокую признательность. Они сейчас будут любоваться и друг другу показывать, что им подарили. Понимаете? Тут же звонят маме, папе, дедушке, бабушке, говорят к нам, приходили и подарили нам такие прекрасные подарки. Это же радость. А радость – это вдохновение. Это необычные дети. Они обычные дети, просто их жизнь в рамках больницы сейчас. Ну, там часть была детей, у которых лейкоз, у которых рак крови, а часть детей, у которых, ну, просто какие-то проблемы с кровью, ну, гемоглобинистские, что-то, ну, тоже серьезное, то есть, безусловно. Ну, волонтерство – это… Это кто-то сильный делится с кем-то слабым. То есть, с позицией силы это всегда воспринимается. То есть, если тебе отдать нечего, ты не сможешь ничего отдать. Есть люди, которые неспособны, у них нет ресурса эмоционального, они начинают плакать, они начинают сопереживать чрезмерно. В этом смысле человек должен стать в какой-то мере циником, если так можно сказать. Потому что, если ты растекаешься, если ты не способен вынести эту проблему, ситуацию, то ты неэффективен. Они сильные, они улыбчивые, добрые, им точно так же нужно веселье, тепло и забота, и любовь, и внимание. Им не надо, чтобы их жалели. Ну, мне так кажется, что им не нужно это. Им нужно просто весело проводить время, нужно улыбаться и как можно больше хороших эмоций испытывать. А вот родители у них, конечно, это отдельная история. Это очень сильные люди, которые детей поддерживают. И чем настроение лучше у родителя, тем мне кажется, что ребенок идет лучше на поправку. Полина, внученька моя. Подарок. Подарочки целые. Кажется, как будто бы времени ни на что не хватает, но его хватает. То есть помимо гематологии мы посещаем еще детей в палеотивном отделении. Там детки, которые просто лежат. В основном. Там есть двое детей, которые воспринимают нас. Они такие подвижные, мы с ними что-то можем поиграть. Но в основном это дети, которые лежат. Некоторые лежат на аппаратах. И вроде как кажется, что мы ничем им помочь не можем. Но мы приняли такое решение, что все равно мы с этими детьми будем проводить время. Нас допускают не ко всем детям, допускают, например, к трем или к четырем. И мы приходим, читаем книжки, поем песни, берем с собой гитару, вот прям вот так активно проводим время. И мы стали замечать, что дети оживают. И детям не все равно, как многие думают. Когда вот приходят туда в отделение, очень многие либо плачут, не могут пережить этого, либо начинают сильно сочувствовать. Детям говорят, да им все равно, все равно. Ну, как бы они лежат и лежат. Ну, зачем вы туда ходите? Ну, зачем душу рвать себе? А мы собираемся, идем и все равно делаем это дело и видим результаты. То есть у нас один ребенок, он лежал вообще как травинушка, он стал улыбаться. Теперь он какие-то звуки произносит. Нам его разрешили его брать на руки. И он прям сидит подолгу уже, начал голову держать. Какие-то чудеса происходят. Идет вон там ночка. Вот, это мамаши. Это дочка. У этой белой малышки есть. Маленькие подопечные. Вот они. Вот козел у нас. Сыночек ночки. Вот. Здесь домашняя обстановка. Здесь есть какие-то общие правила, ну, касаемо питания, да? То есть завтрак, обед, ужин, идет по расписанию, он неизменный, изо дня в день. Далее ребята строят уже свою жизнь, так как они, в принципе, видят ее. Сам обустраиваешь комнаты свои, как тебе хочется. Увлечения выбираешь. Не под общий настрой, а именно то, что тебе ближе к сердцу. Вот так ребятки и живут. Они очень разносторонние у нас. Они вышивают и физически работают как-то. Вот за козами у нас, Сережа с ним познакомитесь, ухаживает за козами. Очень много планов у нас, куда мы хотели бы с ними съездить и на самолете полететь. Ну и у меня так случилось, с детства так родилось. Ну, и я буду на это внимание обращать, то у меня ничего никогда не получится. Для чего нам даны это все эти болезни, мы не должны убегать от трудностей. Мы должны все принимать. Я люблю вышивать, вязать научу, что тоже люблю. Люблю на огороде работать, особенно поливать. Самая, наверное, основная составляющая волонтерства это дарить свое тепло, дарить свою любовь, дарить свою помощь тем, кто в этом нуждается. Когда я первый раз к ним пришла, они задали вопрос, а почему ты на нас не кричишь? То есть дети с интерната, они привыкли, что на них должны кто-то кричать. И я говорю, а почему должны на тебя кричать? Они согласились. Ну, побудешь немножко и уйдешь, как бы, видать, или меняли себя часто, или чего нет. Но когда я вот вернулась осенью к ним, не в дежурный, а уже волонтером, они были безумно рады, и безумно рада была я, что я у них есть, а они есть у меня. Они ждут, они встречают. Всегда рисуем открытки для бабушек и дедушек, у которых никого нет. Мы объясняем, какие бабушки и дедушки живут в интернатах, как они могут там оказаться. И ребята, конечно, у нас очень такие чуткие. Особенно приятно, что они понимают, что важно не только то, что и помогают им, важно еще помогать другим людям тоже, которым непросто сейчас. Ребята все равно к нам приходят по направлению, у каждого своя тяжелая ситуация в семье, да. И знаете, даже в 6-7 лет они уже понимают, что они чем-то отличаются от других детей, у которых все есть, у которых там счастливая семья, где все собираются за одним столом. Наши уже ребята этого лишены, и мы стараемся им показать другую сторону вообще этой жизни. А что может быть по-другому, может быть так, что тебя будут слушать, что ты будешь важен, что какие-то твои достижения, они будут значимы, что ты вообще будешь замечен не только, когда ты делаешь что-то плохое, но и когда ты делаешь хорошее тоже. Я нарисовала кота. Мне сказали, что он похож на белочку, но я даже не расстроилась. Все равно выглядит очень красиво. Мы общаемся с бабушками и дедушками. Они выбирают не просто так картину, а именно по душе, которая напоминает им о доме, где они раньше жили. Потому что они сейчас находятся в четырех стенах, да, голых стенах. У них нет ничего, что бы напоминало им о доме. А картины они выберут именно так, которые напоминают о прошлой жизни. Это могут быть, например, озера, где проводили они охоту, или рыбалку, или домик, где они раньше жили, или море, на которое хотели, например, они когда-то съездить. И у нас есть обратная связь с психологами интернатов, которые потом, позже, проходят по комнатам, общаются. И даже кто, например, раньше не разговаривал, начинает общаться. Рассказывает про эту картину. Бабушки и дедушки всегда очень благодарны. я сейчас сижу в тапочках, которые мне подарили бабушки, которые связали. Вот, с большой душевной теплотой. Веселье должно быть в тоже в каких-то количествах. Не всю жизнь нам веселиться и играть. А надо думать не только о своей породе, но о своей душе. Потому что душа важнее всего. Да, они говорят спасибо. В душе какая-то радость, которую вот нигде я больше и не ощущаю, вот ее такой. Мне кажется, есть эмоциональная пустота у каждого человека, и ее очень сложно заполнить. сегодня современность предлагает различными путями заполнения этой внутренней пустоты. Но единственная безопасная возможность заполнить эту пустоту, это отдаваться, делать добро, запускать в свое сердце других людей и дарить тепло. зная, что они тебя ждут, они тебя любят, и еще они очень осторожно, наверное, относятся к людям. Они боятся, что их бросят. В человеке есть это желание в глубине сердца делать полезные вещи. Только не все люди доводят это до действия. Я не думаю, что это нужно как-то вот нести в массы, и рассказывать, что вы должны и обязаны кому-то помочь. Если можешь помочь, помоги. Если не можешь, значит, в следующий раз. А уже вопрос, кому это больше надо, ребятам или нам самим? Потому что мне кажется, что помощь ребятам, она важна прежде всего для нас, потому что наше сердце, оно становится мягче, добрее, становится отзывчивее. нам это нужно больше. Субтитры сделал DimaTorzok